В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Городская власть обещает поддерживать малый и средний бизнес. Встреча чиновников с предпринимателями. Украинцам хотят разрешить покупать травматическое оружие. Не превратится ли страна в Дикий Запад? 72-я годовщина начала блокады Ленинграда гитлеровскими войсками. Одесские блокадники вспоминают. Одесская областная организация политической партии «Удар» Виталия Кличко направила письмо президенту Украины Виктору Януковичу. В обращении сказано, что местная власть только декларирует спасение Куяльницкого лимана. Но на деле ничего не делается. Более того, в Одесском ударе предполагают, что на берегу Куяльника распродают землю в частную собственность. И это невзирая на то, что там планируется создать национальный природный парк. Лиман еще толком не стали спасать. Не приступили ни к расчистке русел, впадающих в лиман, ни к наполнению водоемов водой. А власти уже продают ценнейшие земли вокруг Куяльника. Подтверждением тому кадастровая карта Украины, где указаны огромные участки земли на склонах лимана, уже в частной собственности. И обнаружены недавно нашими активистами межевые знаки. Городская администрация в очередной раз обещает всеми силами способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Создать видимость бурной деятельности должен был круглый стол в Горсовете с участием представителей департаментов экономики, финансов и пенсионного фонда. Круглый стол собрали в маленьком помещении кинозала Горсовета. Усадить здесь можно едва ли 100 человек, да и тех не набралось. Половина мест пустовала. Люди либо не пришли, а значит не доверяют власти, либо их просто не позвали, чтобы все прошло тихо, без лишних вопросов. Не пригласили даже руководство профсоюза предпринимателей и областной организации работодателей. При этом исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития Горсовета Юрий Желиховский с гордостью сообщил, что в Одессе 145 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. 70% из них относятся к малому и среднему бизнесу. На данное время действует программа поддержки малого зрения предпринимательства в городе на 2012-2013 годах. Я хотел бы еще вам сказать, что на прошлой неделе Кабинет Министров как бы уточнил проект концепции, который будет рассматриваться уже и в последующем утверждаться в начале Кабинета Министров относительно развития малого и среднему бизнеса на территории Украины. О том, как бурно при поддержке местной власти развивается малый и средний бизнес, можно судить по одесским улицам. Город превращается в торговый ряд. То, что чиновники называют мафой малые архитектурные формы, а говоря человеческим языком, просто будки, распространяются подобные эпидемии. Да и какое отношение эти сооружения имеют к архитектуре? Рядом с будками ставятся лодки, заполненные однодневным ширпотребом. Обязательных документов, сертификатов качества на товар, они редко и вообще. Разрешения на торговлю у продавцов нет. И как оказалось, в горсовете не знают главного. Сколько зарабатывает малый и средний бизнес и куда деваются деньги? Часто задают вопрос, а сколько поступило срез в бюджет от малого и среднего бизнеса? Можно отвечать. И мы ототвечаем. Есть определенная статистика этих показателей. Но, наверное, она не полная. Бесспорно, каждая торговая точка и законная, и левая под контролем. Хозяева хорошо знают, что имеют и куда тратят. Не знают только городская власть. Или делают вид, будто не знают. А вот зарегистрировать бизнес по-прежнему сложно. Единый центр регистрации до сих пор не открыт. К тому же, каждый, кто занимался предпринимательством, понимает, что значит наладить хорошее отношение с департаментом торговли, налоговой инспекцией, санитарной службой, управлением экологической безопасности, милицией и пожарной охраной. Все выучили вездесущее телефонное право. О нормальных условиях развития бизнеса у нас слышать просто смешно. Зато департамент экономики готовит очередную программу поддержки предпринимательства на ближайшие три года. Александр Рабиноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Народные депутаты предлагают украинцам обзавестись травматическим оружием. В конце августа в парламент был подан соответствующий законопроект, который разрешал бы гражданам Украины, достигшим 25 лет, приобретать оружие. Травматические пистолеты и револьверы. Ранее такой привилегией пользовались далеко не все. Согласно тексту законопроекта, продажа оружия будет все-таки регламентирована и каждому встречному ствол не продадут. Что из этого выйдет, смотрите в нашем следующем сюжете. В тексте законопроекта указывается, что оружие будет доступно не всем. Для того, чтобы получить разрешение на оружие, которое выдается на три года, нужно будет предоставить справку о состоянии здоровья и отсутствии непогашенной судимости. Отказать могут при отсутствии регистрации, недееспособным и тем, кто состоит на учете и лечении от алкоголизма или наркомании. Не выдадут оружие и осужденным. Впрочем, с этими ограничениями одесситы, с которыми мы пообщались, против этой инициативы. Оружие должно выдаваться, даже травматическое, людям со здоровой психикой, для службы в основном. А вот простым людям, ну как, не то, что простым людям, а людям просто, которые хотят купить оружие, чтобы пугать, как говорится, просто для крутизны, это неправильно. Честно говоря, недавно хотелось мне приобрести себе травматическое оружие, потому что у меня цепочку сорвали. Ну а почему передолго? Потому что это незаконно. Я считаю, что это, это не нужно этого делать. Травматическое оружие, это опасно. Есть дети, которым позволено все, конечно, не все такие дети. Вот, есть взрослые, которые немножко, иногда они дружат с мозгами, ну, я считаю, это опасно. Я бывший військовый, и поэтому говорю, мы еще психологически не созрели. Это еще рановато. Это не та демократия, которую мы видим по телевизору, или которую хотим, чтобы была у нас. Начнутся беспредел в стране, стрелять начнут одновременно, понапиваются и в клубах будут стрелять одновременно. Я ж правду говорю. Специалисты также считают, что подобная идея довольно опасна. В подтверждении тезиса предлагают взглянуть на Россию, где стрельба из травматического оружия на каждой разборке стала нормой. А для самообороны предлагают разрешить огнестрел. Он дисциплинирует. Травматику же стоит вообще запретить, а те, кто ее активно проталкивают, просто хотят подзаработать. На нашу думку, мае бути ухвалованный закон про зброю, який дозволит громадянам користатися для самозащитства справочной боевой, просто своими мережной зброей. По самому, текущий царь броя может быть идентификовано и у властника зброи не воникает жутких висей стосовно нашим тестированием. Сегодня можно было бы поставить вопрос не о травматическом, а можно даже и огнестрелем. Но это тем гражданам, у которых уже имеется резиновое оружие. Это наши друзья, журналисты, это, может быть, и адвокаты, это, может быть, и врачи или государственные служащие. Но использовать его не снащение, а хранение только. В то же время, говорит Эфтехар Хатак, разрешая украинцам носить травматическое оружие для собственной безопасности, необходимо более четко прописать определенные законодательные нормы. В частности, о превышении допустимых пределов самообороны. Здесь опять играет субъективная, больше субъективная сторона этого вопроса. Почему? Потому что законодателям же прописано четко, но опять тот, кто принимает решение, вот смотря, как он его будет смотреть. Вот с его точки зрения, вот оно вот так. Почему? Потому что или ему этот человек не понравится, или ему что-то еще. И он принимает именно вот такое решение, что нет, это превышение необходимой обороны. Законопроект еще будет рассматриваться в парламенте. Но о его последствиях депутатам стоит подумать все-таки уже сейчас. Как бы рядовой законодатель, разрешивший травмат, не стал жертвой стрельбы во время очередного дорожно-транспортного происшествия? Анатолий Косин, Денис Соколов, Руслан Акаев, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг». Журналист имеет право получить ответ на поставленный вопрос. По крайней мере, если он задан чиновнику, сотруднику прокуратуры или МВД, и любому госслужащему. Но, как оказывается на практике, задать вопрос, а тем более зафиксировать видео, сейчас не так-то просто. Те, кто должен быть доступным для представителей СМИ, закрываются от них всевозможными внутренними распоряжениями и правилами. В свою очередь, юристы готовы защищать права журналистов в судах. Одесские СМИ ни разу не судились по подобным фактам, которых, к сожалению, хватает. Алексей Булгару постоянно доказывает, что закон существует не только на бумаге. Его основная деятельность связана с происшествиями на дороге. Именно поэтому он направился в городскую прокуратуру. Там он планировал получить информацию касательно одного из дел, связанного с его общественной деятельностью. Чтобы в дальнейшем опубликовать материал, так как Алексей является еще и журналистом. Но в надзорном органе о правах журналистов не слышали. Пришел туда, соответственно, как журналист с видеокамерой, все как полагается. Значит, на что сразу мне запретили осуществлять видеофиксацию в здании прокуратуры. Вызвал следственную оперативную группу, написал соответствующее заявление об этом. На следующий же день подал два информационных запроса. По поводу того, чтобы прокуратура, либо ее исполнители, предоставили нормативно-правовый акт, который запрещает мне, как журналисту, как гражданину, осуществлять видеофиксацию в коридорах общего пользования, либо при входе прокуратуры. Алексей подал соответствующий запрос, на что получил ответ, мол, есть внутреннее распоряжение, которое запрещает видеофиксацию в здании прокуратуры. Булгару не остановился на данном этапе. Соответственно, подал, опять же, запрос информационный с тем, чтобы мне предоставили все-таки именно копию того распоряжения города Одессы, прокурора, который запрещает ходить мне по территории прокуратуры и осуществлять видеофиксацию, как журналисту. Будем, соответственно, ожидать пока этого ответа. Изучил данную ситуацию председатель общественной организации Верховенства права Вадим Семенов. То, что он увидел в ответах прокуратуры, его, мягко говоря, удивило. Судя из ответа прокуратуры города Одессы, я сделал вывод, что они запрещают видеосъемку у себя в помещениях, ссылаясь на то, что это режимный объект. Насколько я знаю, в законодательстве отсутствует понятие, что такое режимный объект вообще в принципе. Есть государственная охрана. Но государственная охрана осуществляется в отношении президента, Верховной Рады, Конституционный суд и Кабинет министров. В этот перечень не входит прокуратура города Одессы. Действительно, какую секретность могут представлять коридоры здания городской прокуратуры. Ну и пока еще никто не отменял Конституцию и закон Украины про СМИ. А они уж точно важнее, чем какое-то внутреннее распоряжение. Журналист имеет право свободно посещать помещения органов государственной власти. И в том числе журналист имеет право осуществлять видеосъемку в этих помещениях. Он не снимает у них квартиры или дома лично. Он не рвется и не пытается получить какую-то конфессиональную информацию этих чиновников. Они находятся при исполнении. И, соответственно, запрещать видеосъемку у себя в помещениях они не могут. Во всяком случае, такого закона, который бы запрещал это, нет. Вадим Семенов решил помочь Алексею поддержать его в суде. А иск туда будет подан в ближайшее время. Подобная судьба ждет и киевский райотдел милиции. Там тоже не дают фиксировать на видео общение с сотрудниками МВД. Стоит заметить, что в едином реестре судебных дел нет практики о нарушении прав журналистов, кроме единственного недавнего случая с Вадимом Тетушкой. Похоже, что журналисты не особо знают, а тем более используют свои права. По крайней мере, судебная практика показывает отсутствие подобных процессов. Вадим Тютюкин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». В Одессе жестоко избили защитника животных Михаила Небабина. Преступник сломал нос активисту Союза защиты животных. Также врачи зафиксировали у пострадавшего трещину черепа и многочисленные ушибы. Насколько опасно защищать животных в городе и кому активисты Союза животных перешли дорогу? Смотрите далее в сюжете. Инцидент произошел в минувшую субботу вечером. Пострадавший сомневается, что целью нападения было обычное ограбление. Всему причина – работа Михаила по поиску виновных в отравлении бездомных животных. Вице-президент Одесского союза защиты животных Ирина Момот рассказала о док-хантерах – убийцах собак. Они четко выкладывают, где они нашли собак, сколько где, а потом отчеты вывешивают на своих сайтах. Они вывешивают кишки, головы, трупы и самолюбованием занимаются, как они это делали. Понимаете, это такой цинизм, это зоофашизм, потому что их идеология, она сродни фашистской. И другого слова, что это больные люди, даже говорить смешно. Ирина Николаевна говорит, что пострадавший защитник животных Михаил Небабин разыскивал убийц собак и пытался переубедить их. Наш вот этот зоозащитник Миша вызвал его на прямой разговор. Он сказал ему, что тебя ищут в пол Одессы, потому что ты убил всех любимцев, очень многих людей. Он был очень напуган. После этого он сам пришел в правоохранительные органы. Однако после визита в милицию ситуация изменилась. Убийца животных на свободе, а вот зоозащитник оказался в больнице. Жестокость, которая используется в отношении животных, всегда переходит на человека. В этом вся опасность. А бездействие наших правоохранительных органов содействует этому. По словам Ирины Момот, зоозащитники обратились в прокуратуру города. Активисты Одесского союза защиты животных надеются, что правоохранительные органы обратят внимание на жестокое обращение с бездомными животными в Одессе. И будут содействовать в решении этой проблемы. Денис Соколов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». В эти дни миллионы жителей Санкт-Петербурга, Одессы и еще 83 городов по всему миру отмечают скорбную дату. 8 сентября 1941 года гитлеровские войска окружили Ленинград. Началась блокада, продолжавшаяся 872 дня. Людей, переживших ее, объединяет Международная ассоциация блокадников города-героя Ленинграда. Они, как и одесситы, считают, что бывших ленинградцев не бывает. Несмотря на то, что большую часть жизни прожили уже тут. Одесские ленинградцы объединились в общественную организацию жителей блокадного Ленинграда. Памятника жертвам блокады у нас пока нет. Цветы возлагают под вывеской офиса. «Где бы мы не встретились с тобой, старые друзья, я вас узнаю, беспокойную юна свою». «Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юна свою». «А вот этот день, это начало, вот это, дальше мы уже говорим, сегодня это был первый день, а завтра был второй день, третий день, это были, это голода, это холода. Как мы тогда говорили, это же было, ленинградский, открыл глаза, если сильно хочется кушать и холодно, значит ты еще жив». Снабжение Ленинграда осуществлялось судами по Ладожскому озеру. Зимой машины шли по льду. Этот путь ленинградцы назвали «дорогой жизни». Трассу регулярно бомбили. Доставлять в город удавалось только самое необходимое, да и то немного. Начался голод. В ноябре 41-го года норма выдачи хлеба рабочим предприятиям составляла 250 граммов. Другие продукты доставали по случаю, меняли на вещи или ценности. Воду брали в Неве, прорубая редкой толщины лед. Мороз в ту зиму достигал 40 градусов. Печки топили, чем придется. На дрова рубили мебель, срывали паркетные полы. Замерзшие трупы неделями лежали на улицах и даже в нетопленных домах. По разным данным, в блокадах в Ленинграде умерло от 300 тысяч до полутора миллионов жителей. Но город продолжал бороться за жизнь. На военных заводах по-прежнему выпускали оружие и технику для фронта. «Воспоминания очень тяжелые, конечно. Пережить блокаду у нас у мамы было трое. И она как только могла, она спасала. Но мы вышли». «Кто как мог, кто так и выживал. Вы знаете, в первое время очень тяжело голод переносить. А потом привыкает человек ко всему. Ну и так. Казалось, что живот к свине прирос даже. Вот такой, знаете, вот, ну человек как человек. Он ко всему привыкший». «Я в 42-м сам похоронил маму. Сам рыл. Сам хоронил один. У меня больше никого не было. А какой паёк был? В декабре весь паёк составлял 250 граммов рабочему и 125 граммов служащему и живенцу. Вот весь паёк». Сейчас в Одесской области блокадников осталось человек 350. Они, как правило, моложе ветеранов войны. Но и это поколение постепенно уходит. Теперь в Одесской общественной организации жители блокадного Ленинграда решили основать новое крыло – потомков блокадников. Их задача – до конца заботиться о старшем поколении и сохранить память войны. А пока они все вместе по военной традиции поднимают рюмки за сидящих рядом и тех, кого нет. За родных и чужих, кто умер и пережил тяжести блокады. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Одесситы еще не скоро смогут попасть в музей морского флота, утверждают в Одесской облгосадминистрации. Увидеть экспонаты, кораблей и судового оборудования можно будет лишь весной следующего года. Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Петр Хлыцов объясняет это желаниям областной власти отреставрировать музей более качественно. Какие изменения ждут музей морского флота, смотрите далее в сюжете. Важны не только сроки, а и качество, заявил заместитель председателя облгосадминистрации Петр Хлыцов. Поэтому в ближайших планах открытие фасада в этом месяце. Ну а открытие музея состоится через полгода, ведь главная задача – восстановить экспонаты. Мы еще не определились с перечнем тех экспонатов, которые будут восстановлены. Сегодня у нас три программы по восстановлению экспонатов. По стоимости скажу, минимальная программа, я называю в условных единицах, то, что нам реставратор называет, 132 тысячи. Максимальная программа – 211 тысяч долларов США, к сожалению, не гривен. В самом музее к моменту его открытия посетители увидят его в первоначальном образе, каким он и был создан в 1842 году. Мы полностью провели эту исследовательскую работу, и фасад восстановлен точно, как он построен. В таком виде будет. Большой основной зал тоже будет построен примерно в таком же виде, как он был создан изначально. С золотом, с падугами красивыми. Также стоит отметить уже устоявшуюся тенденцию. Большинство музеев города переходит под опеку областной администрации, так как городские власти не справляются с возложенными на нее обязанностями. Музей морского флота не стал исключением. Начинается передача экспонатов в коммунальную собственность Одесского областного совета. Это очень сложный вопрос, потому что экспонаты хранятся ненадлежащим образом, и мы должны подойти к этому вопросу тщательно. И самое главное, мы должны решить, где эти экспонаты будут находиться. В сухом отапливаемом месте, либо, как вы знаете, красные пагаузы, как они там хранятся сейчас. Также в здании музея морского флота планируется открыть небольшое кафе. Это уже вызвало горячее обсуждение среди чиновников и работников музея, насколько это уместно. Однако заместитель головы облгосадминистрации успокаивает. Планируемый интерьер кафе будет с элементами морской тематики. И оно никоим образом не помешает полноценной работе музея. И даже станет его изюминкой. Денис Соколов, Вячеслав Лоштаба, телекомпания Круг. Что подать гостям к чаю? Чем полакомиться, укутавшись в теплый плед в непогоду? Какое лакомство подойдет для всей семьи? Конечно же, варенье. Сегодня в Одессе впервые стартовал джем-фестиваль. Жители разных микрорайонов пришли продемонстрировать свои умения в приготовлении домашней сладости и попробовать редкие виды варенья. Богатая история и обширная территория потребления долго делали варенье одним из самых популярных лакомств во всем мире. Неудивительно, что с древних времен до нас сохранились праздники и фестивали, где варенье главный гость. И вот сотрудники библиотеки номер 29 по адресу Лузановская, 67, решили стать первопроходцами в нашем городе и организовать такой замечательный праздник. Почему именно в храме литературы? Потому что подобные мероприятия способствуют общению, обогащению и новым знакомствам. Ведь как приятно взять любимую книгу и перечитать ее еще раз, попивая чай с вареньем. Читатели приносят в библиотеку, всегда делятся своими вареньями, повидлами, джемами. И мы всегда устраиваем чаепитие. Поэтому мы решили это провести под таким названием «Фестиваль варенья», чтобы это было не только для нас, для библиотекарей, чтобы это было для всех, и для читателей, и для нас, чтобы праздник нужно самим делать себе. Не ждать, когда тебе этот праздник сделает кто-то. Фестивали варенья и конфитюра уже много лет проводятся в Париже, Румынии и Чехии, где главным блюдом является варенье из чеснока. У нас пока что таких изысков к столу не подают, но необычных рецептов существует огромное количество. Варенье можно готовить не только из традиционных ягод, вишни и малины, но также из лепестков розы, из корней лопуха, из щавеля, из дыни, из инжира с изюмом, из кизила с лимоном. На столе гостей ждал накрытый чайный стол с пирогами, блинами и, конечно же, вареньем. Попивая горячие напитки, жители поселка Котовского и микрорайона Лузановка делились старинными рецептами приготовления варенья. Для собравшихся это блюдо является традиционным. Главное угощать, это так приятно угощать, это самое главное. Ну, и делаем, конечно, потому что это традиция, это делали бабушки, мама, я, теперь мои дети. Это так интересно, это дом, это уют. Вы пришли с работы, пришел с работы ваш муж, вы там поужинали, сели пообщаться, поделиться, что у вас там сегодня произошло. И, конечно, горячий чаек с вареньем. Это же очень хорошо. С сегодняшнего дня в библиотеке номер 29 принимаются любимые сорта варенья с рецептами. 28 сентября состоится дегустация и выбор победителя фестиваля варенья. Авторы лучшего рецепта ждет поощрение. 5 октября пройдет завершающий этап – закрытие фестиваля с дегустацией варенья и чаепитием из настоящего самовара с участием всех конкурсантов. Принять участие может каждый желающий. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу kruk.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 340076. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин